Итак, привет всем дорогие друзья, с вами я Вован и опять вернулся, а сегодня я вам расскажу кое-что довольно-таки интересное. Сегодня у нас механика второго фоллаута, точнее некоторые его довольно-таки интересные, как по мне, особенности. Что же сказать такого? Мне очень понравился второй фоллаут, он невероятно интересный и в целом я пробыл в нем уже, не знаю, 2-3 недели бы сказал, хотя у меня дальше 11 уровень, хотя теперь 12 после того задания, которое я прошел. Ну, я уже дошел к части, где был уничтожен Арою, и поэтому решил немножко заняться такими вторичными квестами, и решаю их как раз сейчас. Большинство городов уже прошел, но потом я зашел в Райдинг. В Райдинге есть кое-что довольно-таки интересное, задание Шерифа. Задание Шерифа я там уже прошел, и именно о последнем задании сегодня у нас пойдет речь. Это задание убить лягушку Мортона. Именно в этом самом месте, где нам надо будет все сделать, будут невероятно интересные элементы, вообще в целом механики игровой. Я как раз записал несколько интересных вещей, в целом я их помню, так что я вам все как раз-таки расскажу. Самое первое, что я вам хочу сказать, это именно само поле боя. Как видите, есть определенные элементы, с помощью которых можно будет с поля боя выйти. Видите, вот именно вот эти вот зеленые элементы, которые у нас здесь есть. Просто спокойно вы можете убежать от ваших же врагов, и пойти на эти самые места, если вы, к примеру, имеете очень мало ХП, и не можете его восстановить, не имея стимуляторов. Что же кроме этого? Я заметил один довольно-таки интересный момент, как усталость. Это вправду есть в игре, на самом деле, я не знаю, как это называется на самом-то деле, но я бы сказал, что это ничто как раз-таки иное, как усталость. Дело в чем? В самом начале, когда я зашел в это место, стреляя из своего СМГ, который имел патроны 10 мм, самое интересное, это то, что в начале у меня постоянно, прямо вблизи, возле врага, процентное соотношение попадания было от 80 до 90. Просто именно так. Но после определенных там убийств, я не знаю, сколько там времени прошло, но по правде много, я не знаю, примерно, я убил человек в 6-7, и сразу же именно вот после этого у меня процентное соотношение стало 60. Я думаю, что это ничто иное, как усталость, потому что у меня ХП было нормально. Я взял и ушел с поля боя, восстановил ХП у доктора, если вы зайдете сюда вот эту вот правую часть, как видите. И кроме этого, вернувшись назад в первый раз, у меня также дальше было с процентное соотношение и 60. А потом, после, не знаю, когда в игре прошла неделя, я немножко занялся бартером, я вернулся назад, и с процентным соотношением все было уже нормально. Что же насчет врагов в этой же локации? Поговорим про опыт, потому что иное, как опыт. Что же есть здесь? Вот такие вот мелкие враги, кротокрысы, если я не ошибаюсь. Ну, в оригинале я играю в английскую версию, поэтому они там называются Mall Rat. Скорее всего, это именно что иное, как кротокрысы. Есть и обычные крысы здесь, но это вообще мизерные вражища. Что же, их на самом деле здесь гораздо больше. Дальше, здесь показано на карте СЛС-4, что насчет крыс, я не знаю, крысы здесь либо не видны, либо они просто здесь не показаны, из-за того, что это правда мизерные враги. Но, как бы то ни было, самое интересное здесь не что иное, как то, что мелкие враги, хоть их и много, о, вот заметил крыску, вообще ничего мне дадут. Это опыта 500 наверняка, но не больше, по правде. И поговорим здесь как раз таки про опыт. Начал я с 11 уровнем, как раз таки получил 11 и начал вот это вот задание. Хотя нет, у меня был еще 10, и я получил 11, выполняя это задание, а потом получил еще 12, закончив это задание. Получил опыта где-то в сумме 1010-12, по факту. Полностью обчищая это место, занявшись потом бартером и исполнив задание от шерифа. Что же, а поговорим теперь о самом задании. Какое же оно? Убить лягушку Мортона. Начинать вы можете либо сверху, либо снизу, как вы хотите. Либо сюда, либо туда. Главное взять задание от шерифа. Вы получаете от него довольно таки много опыта, как по мне лично. И что же, у нас здесь будут враги. Смотрите внимание на вот этот вот скелет, который здесь будет. Вы можете обыскать этот скелет и взять себе динамит, и потом его использовать. Хорошая, а также игровая часть. Но, не забуду сказать о одной вещи. Врагов здесь будет несколько. Здесь будет у вас книжка в шкафе. А здесь у нас будет два врага. Здесь. Здесь. И здесь будет один третий, который будет в другом месте. Будет немножко невидим в начале. Но! Эти враги на самом деле довольно таки легкие в начале. Вы спокойно их прикончите, и это никаких вам проблем вообще не составит. Я бы рекомендовал сделать как? Сначала расправьте со всеми мелкими врагами. Просто их расстрелять из пистолета, из СМГ. Ну, не используйте на них что-то сильное. Можете даже их вручную перебить, или каким-то ножом, или чем-то таким. В общем. В целом, сначала разберитесь с мелкими. А потом, пока вам еще не мешают другие, прикольте тех, кто снизу. И заберите динамит. В будущем понадобится, в любом случае. После этого, я бы советовал идти вам вот таким вот образом, через дом. Хотя вы по-другому и так не перейдете. К вот этому вот месту. Здесь довольно таки все интересно. Здесь у нас находится лягушка Мортон. А здесь, примерно, еще так 5 людей. Допустим, ну, я не помню, их полное место расположения. Все-таки там 5 целых людей. Их где-то так. 5 человек, в общем, в целом. Не считая лягушки Мортона, потому что у нас самая главная цель. Что же. Забрав все, что было у ваших врагов, там, допустим, вы спокойно переходите именно в вот эту вот местность. И здесь начинается все самое интересное. Расскажу вам, что же здесь началось лично у меня как раз-таки. Что же. Фразы. Фраз довольно-таки много будет у ваших врагов. Либо они насмешительные, либо они для начала ходовавшего врага, либо для его окончания. В общем, в целом, их довольно-таки много есть. И насмешки. А насмешки-то у вас какие? Допустим, вы попали в вашего врага. Ваше оружие имеет довольно-таки много урона. На самом-то деле. А вы нанести всего лишь один. Причем не просто так. А, допустим, если вы имеете СМГ, нанести барс там. Всего лишь один урона. Невероятно мизерно, невероятно мало. Ваш враг будет над вами насмехаться. И с каждым не что иное, как на уровне, как вау. Это наверняка должно было быть больно или что. Или что-то такого уровня. Это хороший элемент, который вызывает у вас не что иное, как что-то на уровне мелкого раздражения. Или же вас немножечко развеселит. Но это довольно-таки интересный элемент. Бросок. Бросок у меня, честно говоря, был в игре очень мало развинут. Процентов 15-20. И я и при этом имел много молотова и гранат. Гранаты я использую шикарно. Гранаты у меня бросаются идеально. И я решил немножечко потратить своих там собственных молотовов. Самое интересное, что я заметил просто. Именно будучи вот этой вот местности, я заметил кое-что невероятно интересное. Допустим, у нас здесь будет три врага. У меня как раз была такая ситуация, где у меня вот здесь три врага. Я пытаюсь попасть именно в них. Я нахожусь здесь. Я бросаю коктейль молотова в них. Смотрите, как идет. Должно было пойти как. Я бросаю именно вот этого, чтобы попало в стену. И они все трое получили урон от коктейля молотова. Не представьте, что случилось. В результате того, что у меня был низко прокачан как раз-таки мой коктейль молотова, ну, бросок в целом. В общем, пошло как? Пошло вот таким вот образом, как видите. Пошло, то есть, именно в него, а потом пошло вот так вот по стене, и взорвалось вот здесь, вот этой вот местности. Я угорал в этот момент невероятно сильно. Я уже молчу о инцидентах, которые могут с вами здесь случиться. Ничто иное сможет с вами случиться, как то, что вы потеряете все свои коктейли молотова, просто нечаянно бросив один неправильно. Бывает и такое. Может быть такое, что вы бросите неправильно один, и в результате будет ничто иное, как вы нанесете урон самому себе, при этом не хотя этого. Но самое мое любимое, это процентное соотношение как раз-таки попадания ваших врагов. Я говорил уже вам о СМГ, которое было у меня, которое имело 10 ММ-патроны. Самое интересное, что я увидел как раз-таки снова с коктейлем молотова. Это было невероятно безумно. Я угорал невероятно сильно. У меня был процент соотношения попадания во врага 6. 6% всего лишь. Сделая вот это вот маневр, как вы видели, когда у меня молотов взорвался здесь, у меня был процент 24. Когда уже у меня был враг примерно здесь, внимание, в этой вот области, которую я сейчас рисую, а я был здесь, у меня процент был 6. 6, всего лишь 6. Но! В результате я нормально и спокойно попал во врага, и всем трём нанес урон. По штук 15. Всем троим. Просто невероятно было на самом-то деле. Но! Несмотря уже на это, есть и другие интересные элементы. Допустим, как... Что же у меня здесь есть ещё? Так, бросок мы уже поговорили. Усталость также, насмешки также, проценты также, процентное соотношение попадания во врага, как я люблю это называть. Поле боя тоже. Трупы. Поговорим с вами о трупах, которые здесь есть во враге. В игре, точнее. Ваш враг после убийства и того, как вы покинете поле боя, растворится. От него не станет ничего другого, как только то, что у него было в его карманах. То есть патроны, его оружие, но что-то мелкое обычно, ну, просто, ну, не получается остаться. В общем, в целом самое интересное, это как раз таки то, что просто ваш враг спокойно пропадёт. Лучше всего подойти к трупу и забрать у него всё сразу же. Потом спокойно уйти, и, допустим, всё продать. Я заработал много. Я заработал где-то тысяч десять, просто взяв и забрав все предметы, которые были у них и продав их. Опыт. Опыт я получил как раз таки 10-12 тысяч и поднял два уровня выполнения это задание, получив 11-ый и 12-ый уровень, который есть у меня теперь. Теперь с 12-ым уровнем я прокачал себе силу. У меня было Ю-4, а теперь у меня Ю-5. Я имею, знаете ли, довольно-таки один интересный элемент игровой. Вначале у меня было 175 слотов для килограммов, которые я мог нести. Теперь у меня их 200. И знаете ли, этот вот случай, когда для вас число 200 выглядит в несколько раз больше, чем 175. По факту, это полностью сменило мне игру. Абсолютно. Имея пистолет, который у меня стоит 3000, я смог абсолютно нормально теперь им пользоваться. Хотя и раньше я мог им нормально пользоваться, при том, что мне показывалось не что иное, как... Знаете ли, вы не можете использовать этот пистолет нормально, потому что у вас недостаточно силы. Но при этом я спокойно даже мог прикончить врага, нанеся ему все 30 урона, которые этот пистолет наносил. Что же, это невероятно интересный элемент, который показывал полностью вашу игровую механику. Fallout 2 невероятно интересная, она невероятно завораживающая, атмосферная. И, я не знаю, оценки Fallout 2 заслуживает десятку из десяти, потому что она, по правде, идеальная полностью. Если есть что-то, к чему можно придраться, так это, пожалуй, только к тому, что бывают такие элементы, когда вам сложно развиваться, но это не что иное, посмотря на то, какая в игре атмосфера, то, что в ней есть, какая в ней разнообразнейшая механика, это разнообразнейшее. Я именно так это назову, потому что полностью все здесь отличается, и все невероятно интересно. Уже не говоря о том, что можно несколькими способами пройти хотя одно задание всего лишь. Всего одно задание можно пройти иногда и пить-мя способами. Это самое интересное, как раз таки. Извиняюсь перед опытными игроками Fallout 2 или других частей. Я с самого начала лет 4-3 назад, 4 год назад, сыграл в Fallout 3 и Fallout New Vegas. очень понравились, невероятно сильно. Сейчас я решил поиграть во Fallout 2 и набравшись хотя бы немного опыта и получив 12 уровень, который для некоторых очень мизерный, скорее всего, я довольно-таки много чего интересного в игре выучил. Я, конечно, также наверняка и в будущем вам покажу что-то интересное на счет второго Fallout'а, но пока что мне больше всего понравилось именно это. Fallout 2 невероятно интересен, я советую его абсолютно всем, даже тем, кто не любит RPG, потому что Fallout 2 невероятно интересен за всем, особенно за его атмосферой и за его посылом. Посыл того, что одна всего лишь ошибка уничтожит абсолютно все. И то, насколько эта ошибка въестся в вашу жизнь и уничтожит ее. Это все. Fallout 2 шикарен. Я реально извиняюсь перед теми игроками, которыми скорее всего уже рассказал абсолютно все, что они уже знали. Который играет в Fallout 2 не знаю с 10 лет и которым сейчас по 30 или что-то такого уровня. Я не знаю, хотя прошло да, как раз таки 20 лет с момента того, как вышел Fallout 2. И вправду 20 лет. Поздравляю! Шикарнейшая игровая серия. Ну, в общем, с вами был Эва Ван. Я обожаю Fallout 2 и серию Fallout в целом. Всем пока!